Вот уж действительно тяжелый путь к спортивным вершинам. Диана Набиулина, она слева, проходит трассу на скорость. Артем Пономарев тем временем сражается с трассой на сложность. От обычного скалолазования преодоление ледовых вершин сильно отличается. А в ледолазании у нас специальная обувь и дают нам две кирки. Мы должны зацепляться уже не руками, а кирками. И нужно потягивать свой вес и зацепляться еще ногами, или в стену, или тоже в эти фигуры. Чтобы цепляться ногами, шипастые когти на ногах называются кашкоботы. Ледовый инструмент тоже разный. Трассу на сложность помогают пройти ледовые молотки. Крюки для скоростного подъема нужны для зацепки и называют их фифы. Здесь нужно зацепку правильную взять и главное не отпустить ее случайно, не соскользнувшись. А здесь нужно быстро взять и подняться. 40 тагильских школьников приняли участие в открытых городских соревнованиях по ледолазанию, которые проводит городская станция юных туристов «Полюс». Диана Набиулина уже 4 года получает здесь навыки скалолазания и ледолазания, но золотые медали у нее впервые и в категории «сложность», и в категории «скорость». Что интересного в этом виде спорта? Да то, что там можно полазить и ты проверяешь себя на трудность, на выносливость. А вот реальные горы как-то случалось преодолевать? Реальные горы, да, мы ездили. Там это сложнее, потому что там же нет специальных зацепок. Горные вершины, лесные тропы и реки для педагогов и воспитанников полюса – привычная среда обитания. За 55 лет, что существует станция, столько километров пройдено. Точно не сосчитать. Миллионы, наверное, километров. Сколько раз наши воспитанники обогнули земной шар, где только они побывали. Все континенты, наверное, внутри реально все континенты, где были наши воспитанники. Это Австралия, это Америка, это и Африка, это и Саудовская Аравия, не говоря уже о России. Наши воспитанники были там на соревнованиях, совершали походы, восхождения, обменивались опытом. Такова история. Сейчас полюс – это 18 объединений туристской направленности. Это около тысячи детей, которые нашли интересное для себя дело. Юные экологи, геологи, краеведы, спасатели. Уникальное учреждение, именно во всей области практически таких учреждений нет. Ну и самое главное, что вообще в системе дополнительного образования случайных людей не бывает. Они просто там не уживаются. А если говорить все, что связано с турпоходами, с экспедициями, это вообще люди уникальные. Многие педагоги полюса и сами когда-то в нем занимались. Ольга Владимировна Гвоздева – заслуженный тренер России, заведующая школой грибного слалома, представитель династии. Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов – бронзовые призеры Пекинской олимпиады 2008 года, воспитанники Ольги Владимировны. Свой опыт здесь передают начинающим спортсменам. За бытовыми насущными проблемами не забывают и о подготовке к будущим соревнованиям. Спортсмены городской станции туристов и спортивной школы «Уралец» составляют сейчас всю сборную команду Свердловской области. И 80 спортсменов в этом году представляют сборную команду России. И, конечно, мы хотим участвовать во всех самых главных международных и всероссийских стартах. И будем стараться сейчас отбираться в мае на Кубке России на оперенство Европы и мира. Актинолит – это чистый камень, это с Южного Урала. Это чисто коллекционный, он практической пользы не имеет, но как образец он достоин музеев. Вот эти у нас образцы, это из пещеры из Архангельской области напоминают цветы. Это обычный гипс. Просто сокровищница горного короля. Геологический кружок – один из старейших в полюсе. И создаваться эта коллекция начала в 60-е и 70-е годы прошлого века. Есть и новинки нашего времени. Этот маленький камешек – осколок Челябинского метеорита. 42 юных геолога занимаются сейчас. У нас очень много ребят, которые, ну если даже по последнему году говорить, вот только что пришла Олимпиада Московская в МГУ геологическое. У нас там два призера, два третьих места. Андрей Горьков и Алена Маклагина. Кабинетные исследования и конкурсы в онлайне – это только часть работы. Самое интересное – это экспедиции, походы. Полюс учит самостоятельность. И каждый год педагоги и воспитанники отправляются туда, где нога человека, если и ступала, то не всякого и очень редко. Экологи, например, планируют экспедицию на Байкал, рассказала нам Лидия Ваваева. Она руководит объединением юных исследователей природы. Мы хотим подняться на пик Черского, обследовать территорию Байкала, ну и посмотреть много интересного. Ну и, конечно, это физически сильные дети должны быть, потому что рюкзаки достаточно будут большие. Жить мы будем в полевых условиях, в своих палатках, готовить сами на костре, не в каких-то там общежитиях и гостиницах. Потому что у нас программа «Туристы-экологи». То есть мы не просто путешествуем, мы еще и изучаем природу, все, что нас окружает. Вместе с воспитанниками Лидия Ваваева была на Алтае, на Теньшане. Природные парки Свердловской области тоже исхожены вдоль и поперек. В планах полюса на юбилейный год новая линия скалодрома, реконструкция бассейна для грибного славома. Ну и, конечно, освоить новые тропы и новые маршруты.